Ограничения на работу музеев, введенные ранее за распространение коронавируса, были сняты в Подмосковье с 25 июня. Соответствующий документ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Работать им предстоит по единым правилам, которые были подготовлены совместно с Роспотребнадзором и Министерством культуры. Музей уже очень соскучился по своим гостям и посетителям. С 25 числа мы начали прием наших гостей, но пока еще в таком ограниченном режиме, только по предварительной записи и по сеансам. С 25 числа у нас уже на сегодняшний день, понедельник-вторник у нас музей, естественно, для посетителей не работает, это санитарные дни. Уже с 25 по воскресенье у нас прошло около 200 человек. То есть идут люди и как групповые экскурсии, но понятно, что это групповые экскурсии громко пока сказано, да. Это большие семьи, там 3-5 человек максимально. И очень много именно таких самостоятельных гостей, которые приходят, заказывают экскурсии, смотрят. То есть мы стали очень востребованы. В период пандемии коронавируса музей не прекращал работу. Сотрудники учреждения культуры готовили онлайн-мероприятия, которые, как оказалось, пользовались большим интересом среди посетителей. Все три месяца мы работали, выходили в онлайн-вещание, рассказывали, если вы следили за нашими репортажами, рассказывали и о том, чем занимаются хранители, что делается в фондах, как работают реставраторы. Это своего рода, наверное, послужило для нас, было таким периодом некого продвижения музея, потому что люди, находясь дома на самоизоляции, увидели музей немножко с другой стороны. И вот сейчас, наверное, раскрутившись вот этими публикациями в режиме онлайна, мы, наверное, и стали еще более востребованы и интересны. У нас было за все наши публикации, то есть количество публикаций было около 200, и 5 тысяч просмотров – это много. Как бы у нас эта работа была для нас тоже нового формата, и я считаю, что ребята отработали очень хорошо. Мы представляли не только то, что хранится у нас, да, не только наши экспозиции или что-то там, истории одного экспоната. Это были рубрики, посвященные памятникам, это были рубрики, посвященные вообще, в принципе, таким историческим локациям нашего города, чтобы люди, узнавая, какой Дмитров у нас превосходный, красивый, исторический город, к нам потом захотели сюда еще раз вернуться. Виктория Финогенова отмечает, что каждые два часа залы музея обрабатываются, все меры безопасности предприняты. Также организованы отдельный вход и выход для посетителей экспозиций. Естественно, мы будем подходить к этому очень гибко, но сразу хотим предупредить наших посетителей, что у нас существует музейный стандарт, который утвержден Министерством культуры Московской области, который мы обязаны исполнять. И, естественно, масочный режим никто не отменял пока еще, к сожалению. Вот у нас, если вот можно увидеть, да, камера снимет, есть разграничения именно таких точек рэперных, где люди могут остановиться и обозреть экспозиции. То есть это нахождение в зале не более 10 человек. У нас везде стоят таблички. Это звуковое оповещение наших посетителей. То есть раз в час у нас включается звуковое оповещение о том, что уважаемые наши гости, ну, бережем себя и своих близких, и все-таки еще придерживаемся вот такого режима масочного. У нас есть дезинфекторы, мы выдаем перчатки посетителям, если это необходимо, они пришли без всего, выдаем маски. За время самоизоляции люди соскучились по культурным событиям. Сейчас у них появилась возможность лицезреть экспозиции воочию, а не виртуальном пространстве. В музее-заповеднике уже запланировано открытие нескольких новых выставок. У нас уже на 9 число запланирована одна из выставок, это фото-выставка. Называется она «Парадалия». Это совместно итальянский проект, российско-итальянский такое международное сотрудничество. То есть это фотографии природы, которые человек может как-то ассоциативно провести, там какой-то ассоциативный ряд, да. Будет очень интересно. Мы продолжаем сотрудничество с нашими подмосковными художниками. И Константин Буйко, это графика «Акварель» будет представлена в наших экспозициях. Но это больше лето. Это флора, это краски, это настроение. Я думаю, что тоже будет очень востребовано сейчас для наших посетителей выйти из самоизоляции. Ушли из зимы, пришли в лето, такое настроение мы создаем. А то, что будет у нас дальше уже в сентябре, пока мы загадывать не будем. Но мы готовим тоже очень интересные проекты и значимые.